Мы сегодня с вами говорим о перевернутом классе в начальной школе. Друзья, вот смотрите, перевернутый класс в начальной школе. Что это такое? Сначала, во-первых, скажу, что вообще из себя представляет перевернутый класс. Перевернутый класс – это смена классной и домашней работы. Перевернулся он, здравствуйте, Людмила, из-за того, что ученики дома зачастую выполняют задания, которые более сложного уровня, более сложного когнитивного уровня. Они сталкиваются с непониманием и для себя делают выводы, что домашнюю работу я выполнять не буду, потому что для меня это как-то слишком сложно. И домашнюю работу они не выполняют. А в классе, что делают ученики? Ну, как правило, они слушают объяснения учителя, они, может быть, смотрят какие-то презентации, читают в учебнике, отвечают на вопросы. Вот эта вот деятельность меняется местами. И меняется она каким образом местами? С теоретическим материалом, с новой темой. Дети предварительно знакомятся дома, как правило, в формате какого-то короткого видео, как правило, в этом формате. Они посмотрели дома этот материал, они проверили себя при помощи какого-то теста для самопроверки, и затем они приходят в класс для того, чтобы выполнять задания, решать какие-то проблемы, создавать что-то новое и так далее. Для того, чтобы вот теперь эти знания, эту информацию, которую они изучили дома, для того, чтобы теперь они могли ее использовать. Вот. Это такой классический перевернутый класс. У него даже, я только недавно читала одну научную статью, у него даже появляется какое-то название, вроде клик, по-моему, что-то. Не буду сейчас вас обманывать. Традиционное построение перевернутого класса. Вот при начальной школе, в начальной школе, мы вот эту вот традиционную модель не используем. В начальной школе весь перевернутый класс, вот что я вам сказала, так сказать, с домашней, с домашней работой, он весь переносится в класс. Весь. Ученики наши дома, наши первоклассники, второклассники, трехклассники, они дома видео не смотрят. Они приходят в класс. Для того, чтобы в классе посмотреть, послушать видео, со своих смартфонов запустить, наушничек вставить, в группах посмотреть видео, затем выполнить какой-то тест для того, чтобы проверить себя, и затем они приступают уже к применению вот той информации, которой они изучили. Вот ни в коем случае мы не делаем перевернутый класс в начальной школе, вот так, как он изначально был задуман. Друзья, в начальной школе он выглядит совсем по-другому. Итак, вот смотрите теперь, друзья, привожу один пример. Привожу один пример, как я с одной учительницей начальной школы перевернула ее урок. У нее был урок труда и искусства, и она мне сама сказала с тем, что сталкивается с такой проблемой. Когда она детям, а она вообще такой учитель, очень творческий, она любила очень такие непростые творческие работы создавать с ребятами, и с первоклассниками, и с второклассниками, и с третьеклассниками, и с четвероклассниками. Они работали с гипсом, они работали в технике сухого валяния. Очень ей нравились такие вот непростые творческие работы, но трудность заключалась в том, что ребятам не просто это объяснить. Ты объясняешь им первый раз, как нужно делать это изделие, или какие шаги нужно сделать, какие швы нужно сделать, технику безопасности объясняешь. Часть услышала, часть не услышала. Кто-то опоздал, кто-то проспал, кто-то не понял. И учитель вынужден отобещать снова и снова, снова и снова, снова и снова. И огромное количество времени и сил учителя уходит именно на это. И затем еще ты должен, конечно же, ходить и успевать каждому помогать, выполнять это изделие. И мы решили с ней сделать следующим образом. Мы записали с ней видео предварительно, после уроков. Ушло у нас, наверное, на запись этого видео, я думаю, что минут 20. Она приготовила все материалы, которые необходимы были. Я держала видеокамеру, потом это видео смонтировала, ускорила какие-то варианты. И она на видео показала, как изготавливается то или иное изделие. И затем с ребятами мы пришли в компьютерный класс, потому что тогда на тот момент еще не было у всех учеников смартфонов в достаточном количестве, чтобы они могли посмотреть. Мы пришли в компьютерный класс в нашей школе, и каждый ученик запустил это видео за своим компьютером. Вот или ученики в парах, или по одному. И вот шаг за шагом, за объяснениями учителя, они брали вот то, из чего нужно было им создавать эту работу. Они брали эти различные учебные материалы и шаг за шагом создавали. Кто-то ставил на паузу, кто-то ставил с самого начала. Кто-то, помимо того, что посмотрел видео, еще звал учителя, чтобы он ему помог. И вот у учителя было свободные руки, свободное время для того, чтобы ходить от группы учеников к другой группе учеников и объяснять этот учебный материал. Вот это вот время было выиграно, не было этих бесконечных-бесконечных объяснений. И ребятам было очень понятно, что нужно делать и как нужно работать. А учитель уже вот разные технические детали подходил и показывал. Вот в чем состоит, единственное я хочу сказать, вот в чем состоит вызов. Вот если мы в начальной школе урок выстраиваем таким образом. Вызов, друзья, заключается в том, что вы сами почувствуете, когда попробуете перевернуть свой урок, что 45 минут ужасно ломают учебный процесс. Они невероятно мешают. Потому что когда урок скучный, эти 45 минут мучительно долго тянутся. А когда урок интересный, эти 45 минут пролетели, урок кончился, звонок прозвенел, а еще деятельность учебная только началась, только в раж вошли. И вообще дети не хотят даже на перемену идти, они хотят дальше идти работать. Но в начальной школе что хорошо? То, что учитель везет уже несколько предметов учебных. И вы сами можете рассчитывать, каким образом вы сконструируете этот перевернутый класс. По мне так, перевернут в начальной школе уроки можно смело интегрировать и каждый день делать как проектный учебный день. Каждый день это какой-то небольшой проект. Вот тогда, вот тогда, вот в этой вот ситуации, когда вы знаете, что у вас, например, сейчас 4-5 уроков подряд, вот в этой ситуации перевернутый класс, конечно же, сделать намного легче, чем если у вас 45 минут математика, 45 минут русский язык, 45 минут природоведения, 45 минут физкультура и 45 минут еще, не знаю, рисования, например. Вот в этой вот ситуации по 45, по 45, по 45 минут перевернутый класс делать гораздо сложнее. Вы это сами, вот сразу же сами почувствуете. Но самое важное, что мы должны понять, что смысл перевернутого класса заключается в том, что ваши ученики научились работать самостоятельно, сами. А вы могли им помогать и поддерживать их, направлять их, максимально охватить каждого вашего ученика в классе. Вот это вот наша задача в начальной школе. После того, как ваши ученики научились самостоятельно работать, они научились самостоятельно смотреть видео, они понимают, что не только учитель может объяснить учебный материал, я могу сам этому научиться, я могу вот спросить своего одноклассника, как он это видео понял, может быть, он мне сейчас подскажет. После того, как они научились сами себя проверять, что тоже крайне важно, крайне важно, когда они умеют работать с тестами для самопроверки, может быть, с какими-то критериальными таблицами для самооценивания, Вот после того, как они у нас научились это делать, я думаю, для них не составит никакого труда вот эту вот верхушечку посмотреть видео да проверить себя перенести на дом. Вот в этом не будет никакой трудности. Более того, если ребята будут знать, что затем после этого следует какая-то интересная деятельность, может быть, у нас квест, может быть, у нас проект, может быть, мы сами что-то создаем, что-то интересное придумываем. Мы действуем, мы не просто так сидим там в школе, то, возможно, после этого они еще и сами попросят, а давайте мы сейчас это видео посмотрим на перемене или дома для того, чтобы у нас для этой интересной деятельности было гораздо больше времени. Вот, вот что мы делаем в начальной школе. Вот для чего нам этот переворот, только не переворот классический, вот для чего он нам нужен. И учителя свободны руки, и время-то мы много достаточно выигрываем. Вот теперь отвечаю, отвечаю на вопросы, которые были оставлены под записью о начале трансляции вчера. Итак, вот смотрите, вот смотрите, Олечка меня спрашивает. Какой урок лучше перевернуть природоведению или математику, или все же начать с тех, которые не оцениваем баллами? Итак, вот теперь, друзья, вот чтобы такого вопроса не возникало, нам нужно понимать, что перевернутый класс – это учебный процесс, который организован другим способом. Сейчас вы учебный урок организуете согласно одним этапам урока. Вы пришли в класс, вы поприветствовали детей, они встали, сели, вы рассказали, какая тема урока. Вот на доске написано тема, слева число, справа домашнее задание или наоборот. Вот вы рассказали, какие цели урока, что мы будем сегодня делать, вы спросили, какие были проблемы с домашней работой, задали какие-то им вопросы, они вам ответили в ответ, зачем началась новая тема. Прорешали задание по этой теме, учитель прошелся по классу, посмотрел, как все решают, затем домашнее задание и до свидания. Вот мы сейчас работаем так, это одним традиционным, так сказать, способом выстроена учебная работа, перевернутый класс – это учебная работа, которая выстроена совсем иначе. И нет никакой разницы, что вы переворачиваете. Это математика, это природоведение, это рисование, это вот урок труда, пример которого я вам привела. Нет здесь никакой разницы, потому что вы просто иначе организовываете учебную работу. И здесь также не имеет значения, выставляется оценка, отметка по этому предмету или не выставляется. Вы просто работаете с ребятами по-другому. Но это точно приведет к тому, что ваша контрольная работа, ее форма будет меняться. Вот это точно, я вам могу сказать. Надеюсь, на этот вопрос я ответила, если есть какие-то дополнительные комментарии, как всегда, друзья, спрашивайте. Теперь далее. Далее, я продолжаю, это был еще не до конца комментарий, я просто его немножечко разбила. Вот смотрите, как об этом говорить с родителями? Учитель спрашивает. Многие вообще не понимают, что я делаю на уроках и главное, почему. Да и дети не очень включаются, если по типичному сценарию, по нетипичному, извиняюсь, сценарию идет урок. Вот смотрите, друзья, с родителями важно вести тоже определенную работу. Очень хорошо, если вас поддержит администрация, тогда с этим никаких проблем нет. Но родителям нужно объяснять следующее. Сейчас существуют новые образовательные стандарты. Сейчас имеется новая учебная программа. Сейчас у общества совсем другой запрос по отношению к школе. Поэтому сейчас мы не можем работать с учениками так, как с вами работали учителя, когда вы учились в школе. Сейчас нужно ученикам сформировать такие навыки, которых у вас, дорогие родители, нет. И которых у вас, когда вы учились в школе, не сформировались. Или сформировались, но не благодаря учебной деятельности, а благодаря какой-то вашей, вашей инициативе, вашей внеурочной деятельности и так далее. Благодаря этому возможно. А может быть даже не сформировались, что скорее вероятнее. Или сформировались уже непосредственно в вашей какой-то там рабочей профессиональной деятельности. Они уже начали постепенно сформироваться. А моя задача, наша задача, как учителей, помочь сформироваться этим навыкам. И они не сформируются никаким образом. Если я буду у доски объяснять материал, если я буду передавать им всю информацию, а мои детишки, мои ученики будут сидеть ручка на ручку и смотреть, слушать на меня и записывать под мою диктовку, эти навыки мы не сформируем. А это и есть задача школы. И это прописано в наших образовательных стандартах. А для того, чтобы навыки эти сформировались, я буду работать с ними по-другому. Поэтому не удивляйтесь, если у доски буду стоять не я, а мои ученики будут сами себе решать и объяснять. А я, может быть, вообще в этот момент выйду из класса, или буду сидеть на задней парте, или будут работать с другой группой учеников. Будет учебный процесс организован другим способом для того, чтобы получить другой результат. Вот родителям нужно объяснять примерно то, что я сейчас сказала, чтобы они поняли. Но и очень важно, конечно же, заручиться поддержкой администрации. Если администрация понимает, куда мы движемся, что является задачей школы, как нужно работать с учениками начальной школы, что такое перевернутый класс, что такое активное обучение, что такое осмысленное обучение. Если она это понимает, тогда, я думаю, с родителями будет так или иначе вестись какая-то работа. Но вообще родители, признаюсь, это действительно достаточно большой вызов. Достаточно большой вызов, да. Потому что они считают, что они точно знают, как нужно работать с детьми. И это то, как они знают, это, конечно же, то, как работали когда-то с ними. Если ребенок придет и скажет, что сегодня мы ходили на улицу, мы снимали на видеокамеру, а затем мы представили фотоотчет в блоге, то, конечно, какой-то родитель может сказать, что вы там вообще делаете? Вам учитель вообще что-то объясняет? Нет, ну что такое? Что за учитель? Как так? Ничего вам не объясняет. Что-то у вас там не в порядке, плохое там у вас учитель не объясняет. Никакую информацию. Так, вот, друзья, вот, пожалуй, наверное, это все. Сейчас посмотрю, какие я тут себе накидала ключевые слова. Пожалуй, это все, что я хотела сейчас сказать в нашем таком оперативном формате по этой теме «Перевернутый класс в начальной школе». И вот, кстати, я вот тут говорила о том, что родителям нужно объяснять, что мы иначе выстраиваем учебный процесс. И это связано еще и с тем, что все-таки у наших учеников в карманах лежат крайне мощные инструменты, которые называются смартфон. Которые называются смартфон. И если они эти инструменты в учебной работе используют, тогда учебный урок, безусловно, должен быть выстроен совсем иным способом. А каким способом? Вот, например, «Перевернутый класс». Вот мы переворачиваем тогда урок, мы переворачиваем класс для того, чтобы наши ученики могли работать совсем иначе, совсем по-другому. И я еще раз в качестве такого резюме хочу сказать, что перевернутый класс в начальной школе – это активная, вовлеченная, интересная, познавательная деятельность в классе. В классе, в классе, а не дома. У нас сосед северный, Финляндия, так у них вообще нет домашних заданий. Нет у них домашних заданий. Не могу сказать, что вообще, я имею в виду, вся школа, а начальная школа. У них, как правило, нет домашних заданий. Тех, которые ученик должен непосредственно выполнить для того, чтобы потом прийти в класс. Почему? Да потому что ученик активен и самостоятелен в школе, на уроке. Ему не нужно приходить домой, чтобы самостоятельно что-то поделать и проверить, справляюсь я с этим или нет. Он это делает в рамках школы. Он там самостоятельно работает. Там, где ему могут помочь, там, где можно спросить, там, где ему могут поддержать и ответить на его вопросы. Вот что такое перевернутый класс в начальной школе. Все. Всем пока.